всем привет добро пожаловать ко мне на канал меня зовут ирина сегодня я хочу вам показать как можно прожить на 100 рублей один день а может быть даже и два посмотрим как получится что можно купить на 100 рублей чтобы приготовить завтрак обед и ужин и какие продукты по каким ценам и в общем все что можно позволить себе на 100 рублей в общем жить на сотку ни в чем себе не отказывай отправим нашу соточку в кошелек и отправимся в магазин и так магазин сходила продукты взяла посмотрим что у меня с этого выйдет и так я взяла гречки гречки взяла наверное даже много и так гречка макарошки куриная нога морковь лук яблоко на перекус картошка зайца геркулес куплен вашами в общем вот это все у меня получилось на 87 рублей 52 копейки оставшиеся 12 рублей 48 копеек я отложила на масло подсолнечное на хлеб и на соль все и на чай курица была куплена на рынке поэтому ее в чеке конечно нет старалась сэкономить но к сожалению найти сейчас на разновес что-то очень тяжело потому что в основном все развешено на подложках и уже фиксированная сумма поэтому в этом и заключается минус покупок в супермаркетах там все на раз там все уже развешено кроме естественно овощей фруктов но где-то даже и овощи фрукты на уже завешены вот итак есть уже очень хочется поэтому я буду наверное готовить себе уже завтрака на завтрак я себе пожарю два яйца два яйца и возьму кусочек хлеба вот уже плюс кусочек хлеба все приступаю к завтраку кушать сильно хочется кстати я меню уже заранее конечно продумала я решила что на завтрак у меня будет яичница на обед я сварю суп на первое с макаронами на курином бульоне отварная курица у меня пойдет потом на второе с гречкой то есть на 2 будет гречка с курицей на перекус на полник я съем яблоко а на ужин у меня естественно останется и суп и гречка ну на крайний случай есть геркулес но я думаю что на ужин мне еды достаточно будет вот для яичницы возьму немножко маслица прям совсем вот столько размажу вот так вот да мне этого хватит вполне разбиваю два яйца немного соли и все жарим до готовности так пока значит у меня яйца пожарится я помыла уже ножку и на поставлю варить уже курицу помыла ее залью с водой пусть поставлю пусть пока я завтраку она уже будет вариться все пошла жара все пусть готовится мой бульончик так яйца мои приготовились достаем тарелочку все перекладываем есть хочется уже очень сильно я возьму себе кусочек хлеба и возьму один пакетик чая вот осталось совсем немного ни одного пакетика вообще на весь день достаточно будет потому что он очень крепкий будем растягивать удовольствие вот в общем вот такой у меня будет завтрак чай вскипел кладем наш пакетик всё брали съедим яйца теперь осталось чай попить не все приступать готовки обеда бульон у меня варится очень хороший бульон получается курица такая жирненькая нормальный бульон будет и супчик я думаю будет очень вкусный ну все пошла готовить обед кто это к нам пришел это сонечка пришла к нам сонечка пришла к нам на съемку эти девочка маленькая села сонечка заряжается телефон у меня фута не нельзя еще тарелку даже не убрала снять и решила эту красоточку маленькую выживание с собакой сон ну посмотри на мне вот она лапочка моя девочка знаете что хотел сказать тема экономия у нас наверное будет актуально всегда как бы мы не жили мы всегда стараемся как-то более-менее сэкономить и каждую копеечку наверное мы все равно считаем экономить все равно приходится всем как бы мы не старались жить зарабатывать но эта тема актуальна всегда она не может быть не актуальна в наше время потому что жизнь она такая то черная то белая то просто фиолетовая не бойтесь своих жизненных ситуаций в этом ничего нет плохого это просто жизнь надо просто принимать эти ситуации с гордо поднятой головой сварилась моя ножка куриная я ее ободрала вот столько у меня получилось мяско куриного я пока это убираю в сторонку накрою тарелочкой пока это а сейчас нам надо нарезать лук с морковкой картошечку надо сейчас почистить все овощи нарезать лук с морковкой картошку нарезать и начать варить суп уже так что этим я пожалуй и займусь овощи почистила сейчас быстренько нарезаю картошку потому что уже закипел опять бульон и дальше буду шинковать и резать лук с морковкой все порезала быстренько отправляю кастрюлю теперь режем лук с морковью чтобы обжарить их теперь морковь пьем на терке кусочек нужно отправить все натерли теперь морковь отправляем ее очень много моркови получилось прям ой очень много я чуть наверное даже сейчас сейчас посмотрим может быть я часть уберу на салат что очень много моркови так я сейчас вот так вот часть уберу вот это вот пойдет у нас вот это пойдет на салат а это пойдет на обжарку очень много моркови на обжарку я добавлю масло а это переложим в тарелочку и сделаем салатик все теперь на обжарку ставлю жарим лук с морковью я перелила бульон в другую кастрюлю в этом не варить удобнее из маленькой кастрюли выкипает все бурлит и в общем не неудобно я перелила в большую но тут где-то в половину 5 литровой кастрюлю супа 5 литровой кастрюли супа у меня будет сюда еще добавится макароны обжарка в общем где-то пол кастрюли будет супа пока у меня обжаривается лук с морковью я промою гречку и подготовлю ее к варке берем кастрюльку гречку буду варить всю потому что ее хватит не на несколько раз гречки здесь я сейчас посмотрю сколько гречки здесь 240 грамм перекладываю и хорошо промываю все гречку я промыла очень грязная была гречка прямо очень грязная я обычно не беру на разновес крупы в пакетах обычно покупаю но сейчас раз такая ситуация поэтому приходится изгаляться очищать ее в общем гречка помыта все убрано все хорошо там обжарка моя заканчивается обжариваться я ставлю уже довариваться суп а потом буду ставить вариться гречку вот столько получилось обжарки я немного отложу для гречки остальное пойдет в суп пока пока у нас там все варится сделаем салат с морковью для этого мне понадобится глубокая тарелка зубчик чеснока я там у себя нашла прям такой уже залежавшийся чесночок последний вот я его использую чтобы не выкидывать и ложка майонеза понадобится все достаем чашку перекладываем туда морковь я уже закинула лапшичку макарошки рожки макарошки в общем закинула вот три таких горстей а покупала макарон я сфокусируемся 234 грамма вот и у меня еще вот столько осталось тут еще можно один раз сварить вот так вот берем тарелку и буквально немножко потру его немного и не надо все все майонез конечно мы не покупали у меня он остался у меня он есть вот чесночком слегка отдает все вот наша порция салата на обед уберу пока ее в холодильник ну что мои хорошие у меня уже сварился суп я поставила вариться гречку супа как я и говорила получилось половина кастрюли литра на на два два с половиной суп получился очень хороший не жидкий но и не густой вот в общем первое блюдо у нас готово теперь варим гречку смешиваем ее с курицей и с нашей обжаркой и будет готово второе блюдо а я пока разделаю курицу нужно досточка можно курицу конечно разделить руками но я не хочу руки мать это меня началось я пойду порадую свою собачку сварилась гречка получилось не достаточно много сейчас я ее перемешаю с обжаркой и с курицей и оставлю на сковородке потому что там достаточно много масла вот так вот это все у нас получается я не всю гречку выложила в сковородку я себе оставила гречку на завтра на завтрак поэтому из общего из общей массы гречки у меня еще пойдет гречка на завтрак на следующий день а сейчас я покажу сколько чего у меня получилось из тех продуктов которые я купила и так у меня получилось два с половиной литра супа с макаронными изделиями у меня получилась целая сковородка гречки с куриным филе и у меня даже получилось выкроить моркови на маленькую порцию с салатом сейчас пришло время попробовать то что я приготовила первое я поем конечно же суп потом попробую гречку и попробую салат который я приготовила итак начнем благословясь суп получился очень вкусный не жидкий не густой макароны не разварились если только чуть-чуть очень вкусный суп получился за те деньги которые я потратил на продукты это просто превосходный суп поверьте мне я доедать не буду я попробую теперь гречку так приступаем гречки тоже получилось очень вкусно при том что гречки получилось достаточно много на одного человека это покушать можно несколько раз не только на один раз морковь с майонезом настоялась чесноком абсолютно не отдает очень вкусно очень вкусный получился у меня обед и первое и второе и салат мой чай который пакетик оставался я его опять заварю и попью чай ну все мне приятного аппетита с вами встретимся уже на полднике потом уже и на ужине все до встречи ну что наступил полдник время 6 часов вечера это уже скорее даже не полдник ранний ужин но у меня это будет полдник я съем свое яблоко и на этом больше я сегодня есть ничего не буду потому что я наелась в обед для меня это очень сытный был обед плюс еще яблоко сейчас съем чай попью и мне этого будет достаточно у меня по-прежнему осталось кастрюля супа у меня по-прежнему осталось сковородка с гречкой с курицей по-прежнему стоит гречка в холодильнике которая просто отварная и по-прежнему остались макароны и геркулес я считаю что эксперимент приготовить завтрак обед и ужин на 100 рублей у меня удался вполне вот на все 100 кто со мной не согласен пишите в комментариях а мы обсудим это вот так что дорогие мои спасибо за просмотр спасибо что посмотрели это видео пишите комментарии ставьте лайки с вами уже увидимся мы в новых видео в которых я также буду снимать какие-то эксперименты либо блоги подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем пока пока